Нашу программу MBA закончил Айден Рахимбайер. У нас обучался Еркан Татишев, который сейчас является нашим членом Совета Попечителей. То есть, если ты хочешь обучаться бизнесу, если ты хочешь стать предпринимателем, если ты хочешь там, условно, попасть в Хорбс, вырасти, стать крутым управленцем, тебе нужно поступать в Алма-Ю. Как казахи говорят, етатры. Можно сказать, что Еркан Татишев сейчас хочет перезапустить Алма-Ю. Оффлайн-образование у нас станет очень дорогим. То есть, ректоры в Казахстане, они с собой дружат? Конечно, конечно. Валерия Анатольевна, у вас сегодня градуэйшн? Да, у нас сегодня большой праздник. Это вообще самое главное мероприятие. Мы выпускаем большой выпуск, почти 600 человек. Будет вручение дипломов. Видите, у нас все подготовлено. Это какой у вас уже выпуск? Это бакалавров, 21 выпуск бакалавров. Каждый вуз, наверное, хвалится своими выпускниками. Назовите самых известных бизнесменов, кто учился в Алма-Ю. Может быть, это не только бизнесмены, может быть, это наши министры, госслужащие. Кто добился успеха? Это у нас прям большой такой список. В этом году нам будет 35 лет. За 35 лет у нас более 5000 выпускников, поэтому можно прям длинный список назвать. Самая известная фамилия, ну, наверное, мы очень гордимся тем, что нашу программу MBA закончил Айден Рахимбаев. Причем он закончил не просто сам, а он закончил с командой. В 2005-2006 году это была корпоративная программа для BI. И мы тоже чувствуем такой наш класс. Взял своих менеджеров, топ-менеджеров, и пришел вместе с ними, и учился два года? Да, они обучались два года на нашей программе, и это было вот такое начало взлета BI, 2005-2006 год. Например, у нас обучался Ирк Антатишев, который сейчас является нашим членом Совета Попечителей. Он обучался на программе Executive Education. Мы специально для Кусто Групп делали кастомизированную программу. У нас большой такой корпус министров, вице-министров обучался, обучаются. Например, нынешний министр здравоохранения Ажар Генаят, она закончила нашу программу MBA, мы тоже вот очень гордимся. А когда, в каком году она закончила? Она закончила в 2019 году, ну вот буквально вот в эти годы. Слушайте, ну это вот прям можно связывать с успехом, да? Конечно, она к нам заходила, она была там главным врачом или замглавного врача, потом вот она началась, у нее карьера. А что меняется? Вот вы говорите, что в 2005-2006 годах у вас учился Айден Рахимбаев, да, вместе со своей командой, и сейчас, я думаю, вы можете в стенах этого университета разбирать бизнес-кейс BI-групп, да, министр здравоохранения, да, училась здесь тоже. Ну и как бы это связывает? Что меняется? Мышление? Вообще любое образование, оно должно быть трансформирующим, оно должно менять людей, особенно образование взрослых людей, это такая большая ответственность, поэтому мы очень гордимся, что наша программа MBA, она вот такой дает толчок во взрослой жизни, когда люди приходят к второму, третьему образованию, вот в таком осознанном возрасте. С BI у нас очень такая интересная история, они обучались у нас и на executive education программах корпоративно, и до сих пор у нас есть корпоративные группы MBA для BI, несмотря на то, что у них есть BI-университет, и мы очень гордимся тем, что мы все эти годы вот имеем такие очень хорошие партнерские взаимоотношения. А кто еще учился, кто еще из известных? У нас очень широкая региональная сеть, поэтому из известных мы можем, например, из Шимкента, Талгат Искаков, это основатель компании Baltic Steel, предприниматель. Мы недавно его снимали как раз. Ну вот, например, Асхат Султанов. Хэппи Кейт. Хэппи Кейт, да, он учился на нашей программе. В каком году? Он закончил в 2017 году, 17-18. Я просто, видите, сейчас по годам сразу связываю их успех в жизни. Вот, кстати, он один из тех людей, который развил компанию, вывел на международный рынок, вышел сейчас, насколько я знаю, на американский рынок, продвигает, и вот эти идеи... То есть он уже, когда заходил к вам, у него уже был хэппи Кейт? Или этот Кейт родился здесь? Нет, у него уже хэппи Кейт был, но он масштабировал, он сделал такую профессионально управляемую компанию, и в этом наш вклад тоже есть. Еще у нас есть примеры, когда обучаются целые компании. Это тоже, например, Паладарский нефтехимический топ-менеджмент, Атрауский перерабатывающий топ-менеджмент весь обучился. Они приезжают на МВА, то есть они два года полноценно, каждый выходной проводят в Алма-Ате, в стенах этого вуза, да? Они по-разному. Есть у нас региональные представительства, программа МВА обучает их... А, выезжаете, да? В этих городах мы обучаем. А есть, конечно же, программы, которые обучают здесь, и такие компании. Ну вот этот список можно продолжать. Магистал Манайгаз, ТШО, это Актубе CNPC Манайгаз. То есть вот эти компании, они прямо отправляют нам целыми группами. Мы готовим молодых менеджеров для трансформации этих компаний. А вот сколько сегодня на программе МВА у вас обучаются? Сейчас мы являемся самой большой бизнес-школой в СНГ. Сейчас учатся порядка тысячи человек. И поверьте мне, это таким, даже по китайским масштабам, они говорят, у вас прям промышленные масштабы подготовки. Но мы видим, что спрос на программу МВА в Казахстане есть. Он большой, люди хотят профессионально управлять компанией. Дорогие выпускники, свои слова я бы хотела закончить словами, стихотворением Шакарым Кудайберда ул. Не ищите чужих ошибок, не спешите осуждать людей, задавайте чаще вопросы себе, боритесь с собой, а не с миром. И тогда у вас все получится. Оржом, дорогие наши выпускники. Для торжественного вручения диплома приглашаются Каримова Саюра и Уандер Нурберген. Ваш диплом. Поздравляю. Поздравляю. А вход у вас какой? Вход, вы знаете, мы придерживаемся концепции доступности образования. На самом деле в мире мировой тренд сейчас такой, что спрос на высшее образование растет. Сейчас желающих получить высшее образование, и в Казахстане тоже, прям очень большое количество. И это означает, что вход в университет должен быть очень открытым. Мы принимаем по баллам ЕНТ, в соответствии со стандартными требованиями, 50 баллов, этого достаточно. То есть вот с минимального порога вы берете? Да, конечно. Ну, есть разные школы, разные требования, но с минимального порога мы берем. Но самое главное, в университете должно быть учиться сложно, выход из университета должен быть таким сложным, и человек должен выйти из университета измененным. Это вот наша задача. Дать ему качественное образование, и за эти 3-4 года, которые он будет внутри университета, преобразиться, стать настоящим гражданином, стать экспертом, специалистом, способным принимать. Я думаю, что это хорошая новость для многих, кто смотрит сейчас это интервью, потому что даже я думала, что у вас вход такой сложный. Потому что я знаю, что во многих вузах минимум 70 баллов, минимум 80 баллов. Потому что я так понимаю, в Казахстане сейчас каждый вуз может сам устанавливать вход. Да, конечно. У нас есть специальности, где есть этот сложный вход. Ну, например, скажем, на программу MBA поступить не так легко. Несмотря на то, что у нас учатся тысячи человек, это селективная программа. Там необходимо наличие управленческого опыта. Но для студентов бакалавриата, которые только вступают в жизнь, для них у нас максимально такой широкий вход. Слушайте, ну, как показывают опыт, да, вход это не главное. Конечно. Главное это всегда выход. Конечно. Вот выйти к этому диплому, получить, заслужить, это дорогого стоит. Видите, наши студенты. Ой, ну классно. Это выпускники? Да, это наши выпускники. Поздравляем вас. Здравствуйте. Поздравляю вас. Можно вас поздравить? Вы сегодня заканчиваете? Да, да. Четыре года учились? Да, ресторанное дело гостиничной. Какой у вас? Ресторанное дело гостиничной бизнеса. Ресторанное дело гостиничной бизнеса. Слушайте, классно. У вас и ресторанное дело есть? Да, у нас. Где будете работать? Какой ресторан будете открывать? Или вы сначала поработаете? Сейчас посмотрим. Поработаете сначала? Да, для начала поработаете, опытом набраться, потом уже и свое открывать. Вас как зовут? Бауржан. Бауржан, а вы на гранте здесь учились? Да, на госгранте. Вас как зовут? поздравляют. У вас какой факультет? Тоже РДГБ. Сегодня вручение дипломов именно РДГБ. Ресторанное дело и гостиничный бизнес. Супер. У вас вообще, Гульнар Турганина, в основном про бизнес университет или же у вас много других специальностей? Мы известны как бизнес-школа и у нас очень много именно бизнес-специальностей, но сейчас мы прям широкопрофильный, многопрофильный университет, где готовятся и медиа и кино-специалисты, и журналисты, и айтишники, школа цифровых технологий, и предприниматели, и экономика, и финансы. То есть прям спектр очень широкий. Сколько специальностей? Порядка 25 специальностей. Можно прийти и выбрать себе? Конечно. Приемная комиссия у вас уже сейчас работает, да? Да. С 20 июня вчера у нас первый день стартовал, у нас есть уже поступившие, подавшие документы. А до какого числа вообще приемная комиссия работает? Стандартно в Казахстане до 25 августа идет приемная комиссия. Это тот период, когда люди могут прийти, издать документы. И, соответственно, мы открыты в этот период, до этого момента. Журстамбала со охитен алмайю. Креативно, креативно. А вы знаете, как эта идея родилась? Так. Мы обсуждали, это вот совершенно наш новый блок, мы это называем Сандерберт Центр оф Экслент. Скоро будет открытие этого центра. И я попросила наших дизайнеров, наших пиарщиков, нужно что-то интересное. Вот не нужно там всякие там фразы, там ли, про лидерство. Они очень все стандартные. Я в Петропавловске лет 5 тому назад была и увидела такой центр, называется Узничье, образовательный центр. Так мне понравилась идея. Говорю, вот смотрите, нужно что-то, чтобы запомнилось. Мне приходится эта идея, но она, мне кажется, прям такая очень интересная. Она самая казахская история. Из нашей ментальности, да? Она абсолютно казахская история. У нас же всегда родители говорят, она уже ртумбалар, караохов жатр. Проходите, проходите. А чем вот ваша система образования отличается от других ВУЗов? Вот у меня такое ощущение, не знаю, может быть, есть стереотип на мысль, да? Что Алмаю это все-таки про бизнес. То есть если ты хочешь обучаться бизнесу, если ты хочешь стать предпринимателем, если ты хочешь там условно попасть в Форбс, да, вырасти, стать крутым управленцем, тебе нужно поступать в Алмаю. И да, и нет. На самом деле да. Мы бизнес-школа, у нас есть хорошая программа MBA, у нас есть хорошие школы, которые готовят именно бакалавров в области менеджмента, бизнес-администрирования, в предпринимательство. То есть это все у нас есть. Но у нас есть такая особенность, которая, наверное, не для всех характерна. Мы себя позиционируем как предпринимательский университет. И это не о том, что мы готовим предпринимателей, это о том, что мы готовим всех специалистов с предпринимательским мышлением. Вы знаете, очень часто работодатели отмечают, вот ваши выпускники, они отличаются от выпускников других университетов. Как казахи говорят, етатары. Они приходят такие очень открытые, позитивные, всегда инновационные, с какой-то креативной идеей, хотят что-то сделать, изменить. Это вот та среда, которая в университете их развивает. Мы это называем предпринимательским мышлением. На самом деле человек может занимать самую низшую позицию, но если у него есть предпринимательское мышление, увидеть проблему, решить ее так, чтобы все были довольны. Как проходит обучение? То есть студенты разбирают бизнес-кейсы, к вам приходят успешные бизнесмены, читают лекции. Может быть, вы приглашаете крутых спикеров из зарубежных бизнес-школ. Как это происходит? Сейчас у нас 10 школ, и каждая школа имеет свои особенности, формы. Они по-разному готовят. Например, у нас есть школа медиа-кино, школа цифровых технологий, школа гостеприимства и туризма, школа экономики и финансов, школа менеджмента, высшая школа бизнеса, где учатся уже действующие предприниматели. Понятно, что в каждой школе есть свои особенности. Они мы именно обучаем на основе каких-то практических знаний. Это задача школы, чтобы они с помощью менторов, уже начиная с первого курса, были бы вовлечены в профессию. Например, в школу цифровых технологий у них с первого курса идет курс, называется «IT-стартап». За три года обучения, кстати, у нас обучение три года, за три года обучения они должны сделать минимум шесть разных IT-проектов. На первом курсе они делают проекты для нас, для университета. Это могут быть самые простейшие проекты, типа, скажем, как найти румейта своего. Или это задачи какие-нибудь наши внутренние для системы HR или для исследовательских, какие-то простейшие IT-проекты. На втором-третьем курсе они решают большие задачи бизнеса. И это и есть вот тот способ через практическое обучение. Например, наша школа цифровых технологий выполнила одну задачу для «Эйрастаны». Это был большой конкурс. Студенты решили эту проблему, представили вице-президенту. Лучшая команда была отобрана. Они практически все получили стажировку в «Эйрастане». И уже участь, они получили все джоб-офферы. То есть они стали, не получив еще диплом, они получили приглашение на работу. И это цель университета. А вот ваше обучение, оно такое фулл-тайм? То есть вообще есть возможность поступить, например, условно, как вот сейчас молодой человек говорит, на ресторанный бизнес, на ресторанное дело и параллельно уже где-то работать. То есть как вы вообще на это смотрите, когда студенты работают? По своей специальности. Да, по своей специальности. Мы это поощряем. Мы это поощряем, но это должно быть согласовано внутри программы. Ну, например, вот школа медиа-кино, она находится на территории казахфильма. Вы не представляете, какой был такой эмоциональный подъем на казахфильме, когда туда школа. В 2021 году мы открыли эту школу, в 2022 году открыли кампус там. Какой был подъем? Все режиссеры, актеры, все заходят. Наши студенты вовлечены в процесс... То есть школа кино находится там, в казахфильме? Да, в казахфильме. То есть они работают, они уже в индустрии. И наша задача, я говорю нашим студентам, вы хоть кофе подносите, вы будете вовлечены вот в этот... Увидите, как работает профессионал. Это дорогого стоит. А гранты у вас есть? Да, есть наши собственные гранты. Университет ежегодно выдает грантов на обучение нашим студентам порядка на 400 миллионов в тенге. Это наша социальная ответственность. Мы даем гранты социально уязвимым слоям населения. Это бакалавриат, магистратура. Магистратура. Все программы, да? И программы MBA тоже есть. У нас конкурс есть неограниченные возможности. Мы даем стопроцентные гранты на обучение на наших программах людям с ограниченными возможностями. Нашу программу MBA закончила Захира Бегалиева. Она сейчас является основателем проекта «Айтичми». Когда она получила у нас грант, она была зам главного бухгалтера Ассоциации женщин-инвалидов. Вы представляете, человек зашел, это общество уже немножко изолировано от всего. И она даже рассказывает, я зашла в аудиторию, я сделала шаг и сделала два шага назад. Потому что я когда увидела людей успешных, красивых в аудитории, там, хорошо одетых, это мне стало страшно. Я сделала два шага назад, но я сказала, я должна это сделать. Она зашла в аудиторию. За два года мы видели трансформацию человека. Этот человек сейчас является основателем национального движения. Она основала проект «Айтичми» специально для детей-инвалидов, для подростков-инвалидов, для, собственно, людям с ограниченными возможностями, обучает их IT-навыков. В мае этого года у вас сменился председатель Совета попечителей. Им стал ваш выпускник Иркан Татишев, известный казахстанский бизнесмен. Почему произошла ротация? Во-первых, это время. Предыдущий наш председатель Совета попечителей, Жанат Каланна Бердальна, очень известный человек в финансовом, корпоративном мире, который был партнером КПМГ. И в свое время в Казахстане компания так и называлась КПМГ и Жанат. Она была у нас 6 лет. Она выстроила систему корпоративного управления. Она помогла сделать более профессиональное управление университетом. Очень много было сделано под ее руководством. Но она считает, что должна быть ротация. Иркан был членом СП, но сейчас он взял руководство нашим Советом попечителей. СП у нас отвечает за стратегию университета. Мы делаем за выбор ректора, за назначение ректора. Мы даем финансовую отчетность. Работа в Совете попечителей – это общественная работа. Она не оплачивается, в отличие от Совета директоров, которые есть в компаниях. Поэтому корпоративное управление в университетах, оно отличается от корпоративного управления в компании. Но тем не менее, мы ждем от этих людей вклад в развитие университета, системы образования. Они разделяют с нами ответственность. Для нас это важно. А спонсорскую помощь вы можете получить от своего представителя нового? Конечно. Вот сейчас мы с вами были на втором этаже, видели новое крыло. Мы его так и называем – Татишев Уинг. Крыло Татишева. У Совета попечителей есть такая традиция. Раз в год мы выезжаем и знакомимся с лучшими практиками управления университетом в зарубежных странах. В прошлом году мы были в нашем партнерском университете Arizona State University и были в Sunderbird School of Management. Это бизнес-школа ASU. Очень известная, очень признанная в мире школа бизнеса. И были в их кампусе. Этот кампус, он является… Ну, я была очень в разных университетах, видела разные кампусы. Это самый инновационный кампус на сегодняшний день в мире. Один, ну, по крайней мере, там, где я была. Очень там и содержание, и технологии. Они все слились в одно место. И когда Яркона увидела это, он сказал, в Казахстан нужно привезти эту технологию. Мы идем в лабораторию нейромаркетинга. Это вот часть нашего учебного процесса, учебная лаборатория. Супермаркет Магнум прям, да? Да, это здесь супермаркет Магнум. Вот здесь у нас декан школы менеджмента и руководитель лаборатории нейромаркетинга Айман Мелисовна Козыбаева. Очень приятно. У вас прямо здесь занятия проходят? На самом деле лаборатория необходима для проведения исследований, изучения поведения людей. Я всегда говорю… Потребитель, да. Я всегда говорю, мы все жертвы маркетинга, маркетологов, да? То есть здесь вы как раз исследуете наше поведение, да? Почему там условно пипси должно стоять именно на этой пункте, да? Да. То есть у нас есть специальные очки, которые считывают физиологическую реакцию людей, которые мы не можем контролировать. То есть мы видим тепловые карты, даем рекомендации по тому, как правильно расположить новый товар, например, как эмоционально реагирует наш потребитель на тот или иной рекламный стимул. Бульнар Турлина, а можно вообще сказать, что диплом Алмаю – это стопроцентная гарантия, да, что завтра после окончания вуза для тебя откроются там двери в корпоративный сектор, что ты станешь успешным бизнесменом, как Иркентатишев или как Айдын Рахимбаев? Да, конечно, потому что это вот одна из наших задач – сделать, подготовить наших студентов, выпускников к жизни, сделать их успешными людьми, и это в программу вшито. Ну это же зависит еще всегда от человека. Вот, допустим, не знаю, мне кажется, что все-таки предпринимателями как будто бы рождаются. Вот есть у человека вот эта жилка. В этом есть доля правды, но на самом деле среда очень развивает человека. Там, где ты развиваешься, может быть, внутри университета он может быть очень тихим студентом. У нас есть такие примеры, когда студент, находясь в стенах, он впитывает, он еще не раскрывается. Особенно для 18-20-летних, это же такой еще возраст, когда есть еще свои какие-то внутренние, там еще подростковые, не зря их американцы еще тинейджерами называют, что вот есть вот эта стеснительность подростковая. Но когда они здесь видят вот эту активную жизненную позицию, активную студенческую жизнь, они выходят и они эти идеи транслируют дальше. Можно сказать, что Еркен Татишев сейчас хочет перезапустить Алмаю? Да, конечно. У нас после заседания Совета Попечителя была встреча с коллективом, и он пришел, и он озвучил эту идею, которая была моментально подхвачена коллективом. И сейчас мы все говорим, Алмаю 2.0, куда мы будем идти, какие задачи перед нами стоят. Самая главная, большая задача, это стать большим, многопрофильным, comprehensive university. Это мы расширяемся сейчас очень интенсивно, открываем новые школы, новые направления. Как круто, что у вас есть этот Совет Попечителей, и вот пришел новый человек и новая кровь. Да, новые идеи, новые направления. А основатель вашего вуза, ослабеку Жахметов, он принимает участие? Конечно, он, во-первых, он член Совета Попечителей, как основатель этого университета. И, конечно же, это человек, который такой идейный лидер, вдохновитель, идеолог этого университета. Он, конечно, в операционную работу сильно не вмешивается. Есть вещи, которые решаем команда. Есть команда проректоров, очень молодая команда. Вот Аслабик Базарбекович на сегодняшний день, какие решения принимает в вашем вузе? Они больше связаны, наверное, с таким развитием идеологическим, стратегическим. Он говорит, например, раз в год он проводит у нас лекции и задает тон, куда идут университеты, какие тренды есть. И спрашивает, вот что из этого у вас есть. Иногда у нас, вот очень интересно, у нас последний проект, мы запустили школу Transformative Humanities. Он приходит с идеей этой идеи, и самое интересное, что мы эту идею сами уже реализовали. Представляете, вот он приходит с этой идеей, он говорит, давайте мы откроем программу Liberal Arts, а мы сами уже внутри команды, потому что мы уже понимаем, куда идет тренд, куда развивается рынок. И вот это, наверное, та ситуация, когда мысли сходятся. Мы в одном потоке, мы знаем, куда надо идти. И это, наверное, самое главное с энергией, когда лидер дает вот такой толчок к развитию. Унарда Далиевна, а сколько у вас стоит обучение? Насколько оно доступное? Ну, качественное образование, оно не может быть дешевым, поэтому, конечно же, у нас не самое дешевое образование. Первое, у нас есть программа от миллиона сто на программах бакалавриата и до двух миллионов сто. Это в зависимости от чего? В зависимости от специальности, от направления подготовки. У нас, например, американский диплом, двудипломная программа с Arizona State University, это самая дорогая программа. Стандартная программа... Это когда два диплома получаешь, да? Это два диплома. Казахстанский и американский диплом. Если вы учитесь три года, это будет стоить год обучения миллион восемьсот пятьдесят. Если вы учитесь четыре года, то это будет миллион шестьсот пятьдесят. То есть, зависит от выбора студентов. Но, как правило, студенты выбирают трехлетнюю программу, более интенсивную. Ну, конечно, самые дорогие программы – это программы MBA, которые стоят у нас от четырех миллионов шестьсот пятьдесят и выше. В этом году мы, например, запускаем программу совместно с Antwerpen School of Management, которая входит в рейтинг Financial Times. Оно занимает сороковое место. Там будет четыре модуля в MIT, модуль-модуль в Бельгии, в Анферпене, в Американском университете Кайра, в Египте. То есть в MIT можно прямо поучиться? Да, это вот в этой программе Global Executive MBA. Это сколько по времени? Эта программа будет идти два года. То есть два года, но вот в MIT, например, сколько ты там будешь учиться? Неделю будешь учиться. Выездной модуль в MIT. Вот эта программа стоит от семнадцати миллионов тенге. То есть, ну, понятно, что есть прям очень там высокого уровня программы, которые рассчитаны на топ-менеджеров компании, собственников компании. В американских бизнес-школах это вообще там 70-80 тысяч долларов. Конечно. Там годовое обучение начинается от 60 тысяч долларов. Вот поэтому 88-й год это основание вашего вуза. И у меня ощущение, что все-таки Ассалбек Кожахметов, основатель Алма-Ю, он как предчувствовал тренд, да, потому что бизнес разрастался, да, и люди уже с годами, да, то есть они шли, потому что были готовы учиться предпринимательству. Да, можно сказать, что мы попали вот в этот поток, когда спрос на бизнес-образование в Казахстане. Вы задали тренд. Конечно. Мы являемся сейчас прям законодателем МОД. Например, наша программа АМБ сейчас реализуется в Ташкенте, в Душамбе. И мы видим, насколько на этих рынках нету таких качественных программ, как наша программа, тем более имеющая британскую аккредитацию, глобальную аккредитацию АМБ. Да, Ассалбек Базарбаевич, ну, вы знаете, что у него такая очень большая, что он является признанным экспертом не только в Казахстане, он очень признанный эксперт и на мировом рынке, его называют таким визионером. Но он реально визионер. Да, он реально визионер. А у МОЮ это точно про визионерство. Ну, вот сейчас, говоря о трендах высшего образования, да, то есть многие эксперты говорят о том, что все будет уходить в онлайн, что традиционные вузы будут сокращаться. Вот вы лично что думаете об этом? Сейчас университеты стоят перед большим вызовом. Времена меняются. Университеты существовали тысячу лет. Есть прям сложившиеся традиции, есть, ну, вот вы видели наших студентов в МАНТИХ. Это традиция, это университетская традиция. Петь Гаудамус на выпуске, это тоже традиция. Но понятно, что в 21 веке, когда мир так быстро меняется, когда такое сложное развитие идет, университеты тоже должны меняться. Вы же вот те университеты, которые будут предлагать инновационные решения. Инновационные решения, новые какие-то образовательные программы. Вот по вашему мнению, вот почему вузы, вот, допустим, ваш вуз, да, будет жить? Потому что все-таки еще нетворкинг важен. Самое главное перевести вот это качество, не меняя оффлайн в онлайн. Но мы видим, что в образовании взрослых людей, наверное, все-таки важной частью является сохранение этого нетворкинга. Эта часть для бизнес-школы мы это сохраняем. Для нынешнего поколения, поколения студентов, абитуриентов, которые только сейчас заканчивают, онлайн является таким инструментом, частью их жизни. Они в этом выросли, они знают, они это понимают. Поэтому нужно правильно встроить эти программы в университетские программы, совмещать их. Но ценность образования все равно будет сохраняться в том живом нетворкинге, который дает университет. Оффлайн-образование, оно станет очень дорогим. Футурологи говорят, что будущее образование, оно будет преимущественно онлайн, преимущественно... Большинство людей, вот оффлайн-университеты, кампусы будут недоступны. Но мне хочется верить, что все-таки университеты должны открывать свои идеи. Эта атмосфера, которая здесь есть в самом живом кампусе, она должна менять людей. Но это совершенно другой вайб. И надо прочувствовать эту студенческую жизнь. Конечно, конечно. Студенческая жизнь, это часть университетская. Потому что студенческие друзья, это все равно другие друзья. Это студенческая жизнь, студенческие тусовки. То есть это все равно отдельный какой-то период твоей жизни. Вот есть же периоды, когда нужно учиться, получать знания, а потом работать. Вы знаете, вот в американских университетах есть правило. Первый курс ты обязательно должен жить в общежитии, в Дормитере. Учиться, даже если ты живешь напротив университета, ты должен жить в общежитии. Впустить эту жизнь дальше. Конечно, потому что не пройдя вот этот такой этап жизни, студенческой жизни в общежитии, ты не можешь быть полноценным студентом, первое. Второе, это часть твоего будущего нетворкинга, который формируется здесь, сегодня, сейчас. Поэтому студенческая жизнь, это часть университетской жизни. А это вот наш инновационный музей. Я думала, музей, там заходишь на полках, какие-то награды. А у вас здесь как-то все по-другому. У нас все очень компактно, потому что наш музей, да, он инновационный абсолютно. На этих панелях вы можете получить больше информации о фото, видео и различных документах, начиная с начала существования Алматинской школы менеджеров в 1988 году и до сих пор. Этот музей про историю вашего вуза, да? Да, это музей, да, поэтому. И вот фронтальная стена, она состоит из 25 арт-объектов. Так как музей был открыт именно к 25-летию Алма-Ю, то, соответственно, вот этот 25, это число такое, оно символическое число. Видите, в 2003 году у нас было открыто представительство в городе Астана. А у вас есть филиал в Астане? Да, и не только в Астане. А где еще, в каких еще городах? В Атрау, в Актау, в Актубе, в Казаларде, в Шемкенте. Это по программе какой? По программе MBA. Бакалавриат по соответствии с законом Казахстана мы не можем учить, обучать, а вот все остальные программы MBA, бизнес-образование, оно реализуется. А вот на бакалавриат вы сколько можете максимум студентов набрать? Ну, вот мощность этого кампуса 6 тысяч студентов. Мы можем вместить одновременно до 6 тысяч студентов принимать. А вот кто учится по программе MBA, они где обучаются? Они обучаются в разных локациях у нас есть. Ну, тоже здесь, да, в этом кампусе тоже? Они в этом кампусе тоже есть, но большинство из них обучаются в региональных представительствах. В Ташкенте есть у нас своя аудитория. Слушай, ну это удобно, то есть, например, если я условно живу в Астане, да, или я поступила на MBA к вам, то есть мне не нужно каждые выходные сюда приезжать. То есть это прям происходит там. У нас есть выездные модули, которые предусмотрены в основном кампусе, зарубежные выездные модули, можно обязательно это посмотреть. И обязательно мы показываем основной кампус, но обучение может проходить на местах. Я знаю, что вы состоите в ректорском клубе. И вообще сколько у нас в Казахстане ректоров, вы считали? У нас 120 университетов и 120 ректоров. И все 120 ректоров находятся в этом клубе? Нет. И у вас такая тусовка? Ну, во-первых, есть разные тусовки ректоров, есть форумы, есть площадки, где мы объединяемся, обсуждаем, и это очень прям разные форматы. То есть ректоры в Казахстане между собой дружат? Конечно, конечно. С кем вы дружите? Близко? Ну, я могу назвать ряд университетов, с которыми у нас очень хорошие отношения. Это Казахстанско-Британский университет, это Нарибаев университет. Мне просто интересно, о чем говорят в ректорском клубе? Ректорский клуб – это наша инициатива. Мы ее только-только, вот сейчас мы запустили эту идею, провели первое заседание. Оно такое пока на добровольных началах, но мы ее запустили, назвали ее «Rectors Club Central Asia Plus». Почему Central Asia? Мы пригласили ректоров с Центральной Азии. Мы видим, что вот геополитическая ситуация сейчас повернулась так, что наш регион стал интересен. Очень много событий происходит именно в таком формате. Центральная Азия плюс Китай, Центральная Азия и Европейский Союз, Центральная Азия и США. То есть наш регион стал интересен и в политическом смысле, в геополитическом смысле. Но с точки зрения рынка высшего образования мы еще закрыты. Нас мало знают, наши университеты. У нас есть какие-то отдельные прорывы, кто-то входит в разные рейтинги, мировые рейтинги. Например, наша программа Executive MBA находится на 23-м месте в мировом рейтинге глобальных Executive MBA программ. Это большое достижение для рынка. И это такие единичные факты. Но при этом мировой рынок о нас мало что знает. Мы знаем американские университеты, мы знаем китайские университеты, мы знаем европейские университеты. Они все очень такие, каждый имеет свою сильную сторону. Задача ректорского клуба как раз таки продвинуть наш регион в глобальном рынке. А вот зачем наша система образования, вот именно высшего образования, может похвастаться? Вот если посмотреть казахстанский рынок, у нас трехязычие. Это сила нашей системы образования. У нас есть программы на казахском языке, на русском языке достаточно хорошие программы, есть на английском языке хорошие программы. Мы можем стать таким центрально-азиатским образовательным хабом, потому что есть рядом большие рынки, где есть большой спрос. Для того, чтобы удовлетворить спрос на высшее образование в мире, нужно в неделю открывать минимум один университет. Представляете, какой большой спрос. И в этой системе мы понимаем, что вот при таком большом спросе казахстанские, центрально-азиатские университеты, мы имеем хорошие традиции. Наши университеты в большинстве своем были, конечно, образованы в советское время. У нас есть такой фундамент высшего образования. Второе. За эти 30 лет есть разные достижения, и то, что может стать особенностью именно нашего образования. Например, Кыргызстан является лидером по экспорту высшего образования. Одна треть студентов, почти из 215-ти, 70 тысяч студентов — это иностранные студенты. Для них это стало большой статьей экспортного дохода. Они получают значительную часть дохода. То есть есть спрос на наши услуги в мире. Но мы должны об этом заявить, показать, что здесь есть качественное образование, что здесь есть какие-то инновационные решения через онлайн-образование, через содержание программ, качество программ. Нужно показывать это. И вот ректорский клуб — это идея открыть новые горизонты. Как часто вы будете собираться? Мы предполагаем, что будем собираться минимум 2-3 раза в год. Это площадка для таких визионеров, которые могут увидеть новые горизонты для развития нашего региона. Но женщин-ректоров в Казахстане всё равно мало. Женщин-ректоров в Казахстане немало. Сейчас, я думаю, что порядка уже больше 30, наверное, сейчас есть. Но когда я начинала свою карьеру в 90-е годы, этого практически не было. Это была мужская профессия? Это была мужская профессия. Вообще система высшего образования всегда была такой мужской сферы. За эти годы, конечно, произошла значительная феминизация. И понятно, что и на руководящие позиции выходят женщины. Но гендерная тематика очень сейчас популярна. И она справедлива, что это популярно, что нужно действительно создавать равные... Но вам лично несложно было стать ректором вот именно этого вуза? Нет, нет, несложно. Это была ваша идея? Нет. Я вообще... У меня никогда не было карьерных амбиций таких, чтобы стать ректором. Не было таких мечт. Вот как раз-таки это связано ещё с тем, что... Вот говорят, что у женщин есть стеклянный потолок. Что мы можем сделать карьеру только до определённого периода. Но иногда этот стеклянный потолок бывает в голове. Он не то, чтобы тебе кто-то мешает. А ты сама не готова, потому что тебе... Ну, нас-то воспитывают немножко по-другому. Нам говорят, что... Ну, вот в вашем случае кто был инициатором того, чтобы именно вы стали ректором? Наверное, Аслабек Пазарбаевич. Этот человек и предыдущий председатель правления Бердальна Жанатка Ланна, которые убедили, что я должна это сделать. Как это происходило? Это было решение Совета Попечителей. Это был конкурсный отбор. Я представила свою программу. Они попросили меня показать, что я могу сделать. И я была избрана на пять лет, чего не было до этого момента. Потому что до этого момента всегда ректора в Алмаю избирались на три года. Но они, поскольку я изнутри, я понимаю эту систему. Я лучше всех знаю, может быть, что здесь внутри происходит, что нам нужно. Что самое сложное в работе ректора? Когда у тебя есть цели и задачи, куда идти, это, в общем, достаточно ясное понимание. Но, наверное, поскольку это речь идет об управлении людьми, самое сложное – это расставаться с людьми. Потому что иногда приходится расставаться с хорошими людьми. Поскольку в организации это такой живой организм. Он развивается. И есть задачи, которые сегодня и сейчас. Не всегда люди подпадают под эти задачи, которые мы сегодня и сейчас решаем. Не всегда люди подходят нам по ценностям. То есть... Но вы легко увольняете людей? Нет, не легко. Я даю каждую... Как правило, я всегда провожу такие менторские коучинговые разговоры. Пытаюсь понять причину, почему у человека не получается. Почему человек... Какие амбиции? Потому что амбиции нашей университета и амбиции человека, они должны совпадать. Университет очень быстро развивается. И эта среда, которая у нас сейчас здесь есть, она дает возможность развиваться всем. Ты должен попасть в этот поток. Ты должен быть в этом потоке. И тогда максимум извлекается для твоего личного развития и для общего развития.